Всем привет, вы на канале Коя Легомастера, и это сравнение двух наборов 75214, истопитель Энакин на Скайуокере 2018 года, и набора 75333, набор 2022 года. Данные наборы я буду сравнивать по уже шести устоявшимся критериям в прошлых моих сравнениях, сейчас вы можете увидеть их на экране. Это мини фигурки, функции, детализация, прочность, комплектация и цена. Давайте начнем с первого критерия, мини фигурки. Итак, в наборе 75214, истопитель Энакина Скайуокера, было две мини фигурки. Первая мини фигурка была Энакин Скайуокер, и R222, это были фигурки в истопитель Энакина. В истребителе Оби-Вана, в Кенобе, 75333, была мини фигурка R4P17, такого астромеханика, Оби-Ван Кеноби, и третья мини фигурка Таунуэ. То есть тут было три мини фигурки, их было больше на одну, фигурки более редкие, я считаю, потому что мини фигурка Энакин Скайуокера повторяется почти в каждом его истребителе, они почти одинаковые. Тут впервые появилась Таун Вэ, Оби-Ван, тоже, я так понимаю, впервые появился в таком костюме, и точно вот в таком, как бы, виде не повторялся. И поэтому балл за мини фигурки я отдаю 75333. Переходим в следующую мукультуру, функции. Итак, функции набора 75214, истебитель Энакина. Тут функций не так уж и много. Во-первых, это стрельба из вот этих вот пушек. У меня тут нет снарядов, но они стреляют. Вот если зарядить туда обычный пин кругленький, вот так нажать, и он высадит. Также открывается кабина. Там нет никаких функций. Сюда можно посадить дроида. Сгибается ножка вот эта. И, в принципе, всё. Это все функции этого набора. Итак, функции 75333. Тут примерно такое же количество функций. То есть, сгибается вот эта ножка. Далее можно открыть кабину. Туда можно посадить человечка. Можно открыть вот эту деталь. Посадить туда астромеханика. И, кстати, да, тут немного отличается. Когда вы сажаете дроида в этот набор 75214, вы просто берёте R2 и вот так его сажаете. Тут же у нас мы отрываем голову от дроида. Сюда её вставляем. А тело вот сюда убираем. Так, значит, тут у нас ещё стреляют пушки. У меня тут они заряжены, но стрелять не буду. Вот. И, в принципе, функции одни и те же. Поэтому я считаю, что справедливо будет отдать обоим наборам по одному баллу. Переходим к следующему критерию. Это детализация. Итак, 75214, он у нас довольно похож. И вообще прям очень сильно похож на свою версию из мультика. Он довольно не сильно детализирован. Потому что всё-таки набор 18-го года, и там не особо старались детализировать наборы. Но мне, в принципе, нравится, во-первых, вот этот переход. С заднего плавника вот этого. Также мне нравятся, как бы, двигатели вот эти. Конечно же, это одна отдельная деталь. Ну, точнее, тут несколько, но по сути это вот. Вот эти вот батареи мне нравятся. То есть, крылья, но как бы так-то не надо от батареи. Вот. Но он не особо детализирован. По сравнению с новым набором 75333, как вы можете видеть, новый набор более детализирован. То есть, тут стали всё-таки более наклейками показать детализированность. Тут же уже деталями, да. Даже двигатель сделали из настоящих, ну, из деталей просто. Они, а не одну деталь, по сути, сделали, да. И это получилось более красиво, потому что они вот так более аккуратненько прикреплены. И как-то мне они больше нравятся. Также крылья вот эти, батареи сделаны получше, потому что они как бы как-то получше прикреплены. То есть, конечно, дыры вот между крыльями у обоих наборов есть. Но всё-таки у вот этого жёлтенького набора там побольше. Также, как вы можете видеть здесь, вот мне понравилось, как вы сделали такой тоже переход красивый, плавный. Вот, и он более такой плавненький, плавненький получился, чем набор 18-го года, как можете видеть. Вот, поэтому мне всё-таки кажется, что балл нужно отдать за детализацию набору 75-33-33. Приходим к четвёртому критерию, прочность. Сразу же вам тут расскажу. По поводу прочности, 75-214 он не особо прочный, потому что, во-первых, у него очень легко отрываются вот эти вот двигатели. Вот, очень легко. То есть, и, да, даже потом сложно прикрепить. Вот, то есть, очень легко. Вот, одним движением их можно оторвать. Также, что ещё? Тут, в принципе, какие-то, как бы, не особо хорошо прикреплены крылья. Хотя, по-моему, они точно так же прикреплены, как и на этом наборе. Но я хочу сказать, что всё-таки он не такой прочный, как вот этот. Потому что вот этот набор, у него, во-первых, двигатели вообще не отрываются никак. Тут даже если их отрывать, они не оторвутся, пока ты не снимешь крылья. Крылья тоже очень хорошо прикреплены, потому что тут, ну, прям, видите, как прочно всё делали. Вот, всё пытались закрыть, всё, он прям такой, прям, чувствуется, он такой тяжёлый. Крылья даже почти не болтаются. Тут же сильнее всё болтается, и, как бы, двигатели очень легко отрываются. Поэтому, однозначно, балл за прочность я отдаю 75-333. Итак, предпоследний критерий, это у нас комплектация. За комплектацию я считаю, что балл надо отдать набору 75-333, поэтому, потому что, вы как видите, у него, во-первых, больше фигурок. Также есть дополнительные детали для мини-фигурки Уби-Вана на капюшон, можно сменить, как бы, да, деталей было больше, потому что, например, в новом наборе было 282 детали, в этом наборе же было 247 деталей. То есть, комплектация больше у нового набора 75-333. И давайте же сразу же обсудим последний критерий, это цена. Балл за цену, конечно же, как вы понимаете, я дам, но это вам, старому набору 2018 года, 75-214, потому что у нового набора 75-333 2002 года, с Крыльевым Ивана, у него цена в мире кубиков составляет 3999 рублей. У этого же набора, как я помню, составляла цена около, ну, 2000 рублей, там, 1999, либо 2199. Я сейчас посмотрел в магазине, в интернет-магазине каком-то с Лего, и там, ну, не мир кубиков, и там этот набор продаётся за 2199 рублей. Поэтому, да, балл за цену всё-таки я дамью этому набору, потому что цена вот у этого набора очень большая, 4000 рублей за этот набор, такой маленький. Это очень печально. И давайте подводить итоги. Итак, итоги. И в итоге я расскажу, какой набор из них победил. Всё-таки, конечно же, победил новый набор 75-333, со счётом 5-2, но для многих самое главное это цена. Поскольку наборы не особо различаются, конечно же, многие бы выбрали вот этот набор купить всё-таки сейчас. Потому что 4000 за него это очень дорого, но можно купить его не на мир кубиков, за 2300 примерно. Это уже хорошая цена. И, в принципе, всё-таки, если брать не в мире кубиков, не за 4000 рублей, то цена будет прекрасная. И этот набор, конечно же, победил 100% старый набор. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, пишите, как вам качество видео. Всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok